Песенка знакомая и мать-то стой, ой-ой, как ты мне нравишься, ой-ой-ой. С задором и огоньком встречают конкурсантов и членов жюри в 41-й школе Самар. Здесь находится база конкурса «Учитель года-2016». Впервые за всю историю профессионального состязания представлены все 85 регионов страны. Участники волнуются и готовятся к испытаниям. Члены жюри, а это победители конкурса прошлых лет, надеются на новые открытия. Это, конечно, волнение другого рода, потому что очень хочется не пропустить что-то интересное. Тут задача не кого-то там, а как члены жюри, сказать, как нужно или как не нужно. Задача поддержать, на мой взгляд, то интересное и необычное, потому что это все-таки конкурс, где самое главное во главе именно личность учителя. Он называется «Учитель года». Не какие-то бумаги, не какие-то портфолио, не какие-то достижения даже, которые вне этого конкурса, а именно то, как личность справится вот здесь и сейчас. Это в идеологии конкурса, и очень хочется, как члены жюри, не пропустить вот эту уникальную личность на этом конкурсе. Всероссийский этап конкурса проходит в Самаре, а потому всех участников знакомят с самарской системой образования и рассказывают, как она изменилась за последние годы. В Самаре всегда было сильно гуманитарное образование. Школьники традиционно занимали и занимают первые места в Олимпиадах по этим предметам и получают высокий балл на ЕГЭ. Сейчас развивают и техническое направление, причем уже с малых лет. В детских садах ребята пробуют себя в робототехнике. Об эффективности и высоком уровне системы образования в Самаре говорят достижения учеников, подтверждает мэр города. Только за последний год количество медалистов, которые были выпущены из школ, общее количество медалистов составляет 40% от количества медалистов, получивших образование по всей области, и их число растет. Вот в прошлом году было 630 медалистов, в этом году уже 712. 92 школьника получили стобальный результат на экзаменах, четверо из них по двум предметам. То есть вот представляете, такой труд наших педагогов, и мы очень этим гордимся. После знакомства участники отправляются готовиться к напряженной конкурсной работе. Пятеро финалистов будут известны с суббота 1 октября. Затем они отправятся в Москву для участия в заключительном туре. Абсолютный победитель конкурса «Учитель года России-2016» будет назван в Кремле накануне празднования Дня Учителя. Марина Матвеевична, Дмитрий Мешканцов, События.